Ну что ж, дорогие друзья, вы услышали позывные программы, которая является одной, честно, одной из моих самых любимых передач, так как я обожаю историю, перелистывать ее странички, познавать что-то новое о старом, познавать какие-то факты, которые не были известны. Ну, а во всем этом нам поможет, конечно же, автор программы странички истории Ян Йоффа. Ян у нас на связи. Добрый день, Ян. Здравствуйте. Добрый день, Анатолий. Добрый день, радиослушатели. Через 10 дней исполняется 75-я годовщина со дня вторжения союзников в Нормандию, открытие Второго фронта. 6 июня 1944 года в 5 часов утра начало операции Оверлорд. Так называлась операция вторжения. В преамбуле главного командования союзных экспедиционных сил, излагающих основные задачи, говорится, что эта операция по своему характеру и размеру не имеет аналогов в истории. Судите сами. Более пяти тысяч кораблей высадились на пять пляжей Нормандии, Юта, Омаха, Голд, Джуна и Сворд. За сутки 150 тысяч солдат. В тылу у немцев было выброшено 24 тысячи парашютистов. В операциях приняло участие 3400 тяжелых бомбардировщиков, 5400 истребителей, 900 самолетов для сброса парашютистов, полторы тысячи планеров. Сотни тяжелых кораблей, линкоров, крейсеров, фрегатов, эсминцев. Вся эта огромная сила, включая ученых, инженеров, медицинского персонала, должна быть синхронно скоординирована и подчиняться верховному командующему союзников генералу Эзенхауру. Из-за плохой погоды дата высадки откладывалась несколько раз. Наконец, главный метеоролог английских воздушных сил генерал Стаг осторожно предсказал, что 6 июня небо будет ясным. Эзенхауру, подумав минуту, сказал «Окей, летс го». Отдав приказ, он сел в машину и поехал в расположение 101-й американской военно-воздушной дивизии, где пожелал десантникам удачи, пожал руку командиру генералу Максвеллу Тейлору. На его глазах были слезы. За вторжением стояло огромное и тщательное планирование. Кроме первых 150 тысяч солдат, в последующие дни последовали еще несколько сотен тысяч. Было задействовано все. И дезинформация противника, были даже создана специальная армия, вторжение с надувными танками, самолетами. Она была расположена вдоль канала под Экале, чтобы создать у немцев впечатление, что высадка произойдет именно здесь. Были задействованы и фальшивые радиопереговоры, и ложные донесения агентов, которые были в тылу у немцев. Немцы знали, что высадка неизбежна. Но где? В то время Франция защищала 60 немецких дивизий. Годами строился Атлантический вал. Сеть огромных бетонных укреплений вдоль побережья. Напротив под Экале фельдмаршал Роммель разместил всю 15-ю немецкую армию, 208 тысяч солдат. Первые 24 часа будут критическими, говорил он, и оказался прав. Юг Англии союзники превратили в огромный военный арсенал. В этом году было построено 163 аэродрома. Было подготовлено 2 миллиона тонн боеприпасов и другого военного снаряжения. Первые сообщения о высадке парашютистов в Нормандии стали поступать в штаб-квартиру главнокомандующей немецкими войсками на западе фельдмаршала Вон Ронштета на рассвете 6 июня. Ромеля не было. Так как всю предыдущую неделю стояла очень плохая погода, он решился на один день съездить домой в Германию, в город Улм, где проживала его семья, чтобы отпраздновать день рождения жены. Формально фон Ронштетт командовал всеми войсками. В реальности без разрешения Гитлера он не мог использовать бронетанковой дивизии СС. Что же представлял собой знаменитый Атлантический вал? Начиная с конца 1942 года 250 тысяч угнанных на принудительную работу жителей оккупированных стран ежемесячно укладывали в строительство этого вала 900 тысяч тонн бетона. Удумайтесь в эту цифру. 900 тысяч, почти миллион тонн бетона укладывалось в строительство ежемесячно. Как результат, было построено 15 тысяч железобетонных укреплений и других огневых точек. От Северного моря вдоль Английского канала, Атлантического побережья Франции до Средиземноморского побережья. В таких бухтах, таких как Шербург, Лахавр, были установлены несколько десятков береговых батарей калибра 155-240 миллиметров. А орудия калибром немножко поменьше, 100-150 миллиметров, были расположены вдоль всего побережья. На пляжах были установлены тысячи противотанковых заграждений, а в океане сбросили 4 миллиона плавучих мин. Ромин планировал 50 миллионов мин, но не успел. В советской военной историографии ни размера Атлантического вала, ни мощи крепости под названием Западная Европа практически не упоминается. Вся гигантская военная операция открытия Второго фронта подается, как такая легкая прогулка союзников. Вот испугались союзники, что Сталин сам выиграет войну, ну и открыли Второй фронт. Тот, кто хоть немного понимает военной истории, поражается, как вообще такая операция могла стать возможной. Ведь малейший промах и вся двухлетняя подготовка окончилась бы неудачей, война затянулась бы на годы. В свое время мне пришлось с экскурсии побывать в Нормандии. Невозможно поверить, как высадившиеся солдаты под смертоносным огнем с пляжей карабкались на почти вертикальные высоты, нависавшие над пляжем. Были использованы штурмовые лестницы. Тысячи убитых остались лежать на песке. В 9 утра в штабе Ромеля наконец осознали, что высадка происходит в Нормандии и срочно позвонили ему домой. Ромель принял решение немедленно вернуться. Так как союзники полностью контролировали небо, он не осмелился лететь самолетом. Он взял машину. Поездка заняла почти целый день. И он прибыл в свой штаб только в полночь. В июне 1940 года, за 4 года до этого вторжения, Гитлер обошел знаменитую французскую линию укрепления Маджино. На сей раз союзники штурмовали Атлантический вал прямо в лоб. Защитная стена, неприступность которой, так хвастался Гитлер, сдержала союзнический десант менее чем на час. На пляжах Юта, значит, Сворд, Голд, Джуна и менее чем на сутки на самом таком кровопролитном пляже, где высадились американцы, Омаха-Бич. Сотни кораблей-союзников и своих тяжелых орудий в в течение нескольких часов вели обстрел немецких позиций, а сверху на немцев обрушились тысячи тонн бомб. За двое суток до вторжения генерал Эйзенхауэр приказал покрасить все самолеты в черно-белые полосы, чтобы можно было с земли легко распознать, свои это или чужие. В битве над Нормандией приняли участие тяжелые английские бомбардировщики «Ланкастер», американские бомбардировщики «Би-24», «Либерейтор», а также летающая крепость «Би-17», истребители «Мустанг», «Москита», «Спитфайр» и «Тайфун». Что касается морской армады, то ее размеры поражают вообще воображение. Как это можно собрать такую армаду? 5300 кораблей всех видов, включая почти 200 линкоров, крейсеров, эсминцев, 2000 десантных кораблей и тысячи других тральщиков, грузовых, плавучих госпиталей. По радио командир немецкой береговой батареи майор Вернер Плускат передал такое сообщение своему вышестоящему командиру. Это настоящее вторжение. Здесь, наверное, 10 тысяч кораблей. Если вы не верите мне, приезжайте сюда, вы все увидите сами. Американские десантные корабли носили название «Хиггинс Боут». В 1944 году вот эта компания «Хиггинс» выпускала их по 700 штук в месяц. А всего было построено 13 тысяч таких десантных судов. Это 92% от общего количества. Сам «Хиггинс» – это американская легенда. Он был самый младший сын. В рабочей семье из 10 детей уже в 20 лет основал свою компанию по заготовке леса. А затем компанию по строительству десантных кораблей. Это его была конструкция. Эти корабли отличались большой устойчивостью на всех видах волн. При высадке больше всего досталось американцам, как я уже сказал, на Омаха-Бич. Из 30 тысяч десантников к вечеру погибло более двух тысяч. Три тысячи, три с половиной тысячи было ранено. Но сопротивление немцев было сломлено. Несмотря на тяжелые потери, союзники добились успеха во всех местах высадки. Говоря о успехах союзников, нельзя не упомянуть об одном из самых больших секретов Второй мировой войны. Это возможность союзников читать и расшифровывать все немецкие сообщения благодаря команде английских ученых, математиков, лингвистов, сумевших разгадать код немецкой шифровальной машины Энигма. Как вы знаете, что через несколько месяцев после начала войны с Германией, вот, эта группа ученых, работавшая в замке Блэчли, Блэчли Парк, достигла успеха. Насколько секрет... Вот в этой группе английских ученых работал выдающийся математик Эллен Туринг. Это он создал вот эту бенаженную систему 1.0, и при его участии был создан первый в мире компьютер. Тогда, по тем временам, этот компьютер, он занимал несколько комнат в помещении того замка, где вот работали эти ученые, и в нем было установлено 2,5 тысяч вакуумных ламп. Он начал работать как раз 1 июня 1944 года, как раз накануне Ди-Дэй, дня вторжения. Ян, у нас появился первый телефонный звонок, давайте применим. Давайте. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый. Ян и вся радиостанция, редакция с прошедшего вас Днем Победы. Если позволите, пару слов, Ассоциация ветеранов Второй мировой войны, историческая группа, город Чикаго. Много лет работаем с ветеранами. Меня зовут Евгений, радиостанция и вся редакция знает меня. Вот о чем хочу рассказать. В Москве более 40 лет работала музей-коллекция ленд-лисы-союзники. Ее возглавлял интереснейший человек Николай Германович Бородин. Его отец был летчиком, охранял небо Ялты во время Ялтинской конференции. Сам он военный врач. И нырнув с аквалангом в северных широтах, он нашел самый обыкновенный проблесковый фонарь, который устанавливался на вот этих вот конвойных кораблей. И с тех времен они собирали своими единомысленниками вот эту прекрасную коллекцию. Вплоть до того, что была собрана вся техника, был собран, даже подарен внукам Маршала Рокоссовского Виллис. Но самое интересное и, наверное, самое главное, что там был собран потрясающий материал о операции, о которой вы сейчас рассказываете, о помощи союзников. Потрясающий артефакт. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. И давайте позволим Яну продолжить его программу. И мы обязательно с вами еще свяжемся. И вы, конечно же, нам расскажете о том, что было найдено и что находится в этом музее. Ян, прошу вас. Да, я начал говорить про выдающуюся английского математика Алана Тюринга, создателя бинарной системы «Операции Дидей». Можно считать, что немцам не удалось ни в одном месте высадки сбросить десант в море. Реалистически оценивая ситуацию, Ромель позвонил Гитлеру и сказал ему, враг прорвал фронт. Наши солдаты сражаются героически везде, но это неравное сражение подходит к концу. Дальнейшее продвижение вперед происходило очень медленно. Особенно ожесточенные бои развернулись у города Каин, где немцы контратаковали, бросив из резерва две лучи танковой дивизии СС. Это дивизия «Адольф Гитлер» и вторая танковая дивизия СС под названием «Рейх». Постепенно ситуация стала меняться. 27 июня американцы взяли важнейший порт – Шербург, и через 10 дней вторжения высадилось еще 360 тысяч солдат, 31 тысяч машин, танков, самоходных артиллерийских установок и 300 тысяч тонн военного снаряжения. 2 июля Гитлер отправил в отставку фельдмаршала вон Рамштета, а в августе сражения в Нормандии уже подошли к концу. Немцы потеряли 240 тысяч убитыми и ранеными, и 270 тысяч сдалось в плен. Таким образом, операция вторжения в Нермании стоила гитлеровской Германии, 60 немецких дивизий, находившихся во Франции, были полностью разгромлены. 19 августа 3-я армия, американская армия под командованием генерала Джорджа Паттона пересекла сену, и дорога на Париж была открыта. Генерал Зенхаур сознательно затормозил движение танков Паттона, чтобы дать французской освободительной армии под руководством генерала Жака Лекре первыми войти в Париж. В первых рядах маршировал Деголь и бойцы французского сопротивления. Немцы при взятии Парижа не оказали сопротивления. Вопреки прямым указаниям Гитлера разрушить город, комендант гарнизона сдал город без боя. Взамен союзники разрешили немцам эвакуироваться из города. Прошло 75 лет. 35 лет назад, когда праздновали 40-летие высадки в Нормандии, президент Регин, приветствуя ветеранов, сказал, вы те, кто помог освободить европейский континент. Тогда еще стояли ветераны, мужественные, храбрые, значит, подлинные герои. Они вытирали слезы. Конечно, прошло 40 лет с того Региновского выступления в Нормандии. И сегодня участников вторжения практически никого не осталось. Даже если посчитать, что самым юным ребятам тех времен было там 18-20 лет, им сейчас уже 95. Их и остались, но очень и очень немного. Вот мы посмотрим с вами торжественную церемонию этой даты на пляжах Нормандии 6 июня. Кстати, на сей раз союзники не пригласили Путина участвовать в этом мероприятии. Высадка десанта в Нормандии продолжалась 24 часа. Это был самый длинный день Второй мировой войны. Впереди было еще 336 дней сражений. Многие из них были такие же кровавые и опасные, как этот день. В Советском Союзе по целому ряду причин замалчивается вклад союзников в победу. Великая Отечественная война преподносится, как в основном героическая борьба советского народа с фашистками. Кто помогал, как помогал, они старались не упоминать. А если упоминали, то как можно реже. Ведь с чем же это связано? Если вы помните, не успели прекратиться залпы войны, как началась новая. Началась холодная война. И бывшие союзники Советского Союза, Соединенные Штаты и Великобритания сразу превратились во врагов. В 49-м году на советские экраны вышел фильм «Встреча на Эльбе», где американцы выглядели намного отвратительнее немцев. Образы этих противных поджигателей войны американцев надолго отождествлялись у советских людей с карикатурами в журнале «Крокодил». Это такие толстые мужики с черными цилиндрами, на голове, в зубах у них сигара, а в руках бомбы поджигателей войны. Лидер югославских коммунистов Тита тоже из верного союзника Москвы превратился в предателя. А вот бывшие фашисты Восточной Германии стали лучшими друзьями, а социал-демократы в Западной Германии превратились в фашистов. Пропаганда ведь продолжает работать и в нынешние времена. Особенно она, как вы знаете, после событий обострились русско-американские отношения после событий 2014 года. Большинство россиян относятся сейчас к Америке отрицательно. Уважаемый Ян, у нас все линии горят. Давайте попробуем. Ну давайте. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, Ян, вы знаете о том, что выпущена медаль к 75-летию победы над Германией? И на этой медали победители показаны Америка, Англия и Франция. И даже не упоминается Советский Союз. Добрый день. Я в курсе этой истории. Здравствуйте. Я в курсе этой истории. Вот характерный примен, как работает русская пропаганда. В Америке какая-то частная компания, которую ни один человек в Америке не знает. Здесь таких компаний тысячи. Они выпускают значки, медали. Черт знает, что они делают. Вот это какая-то компания выпустила какую-то медаль. Значок, вернее. На ней от Чеканина 45-2020 год, и там три флага. Значит, откуда эта русская пропаганда взяла этот значок? Где они его нашли? Но они его раздули так, что вся Америка, якобы, выпуская такие медали, не упоминая о Советский Союз, более такой наглой пропагандистской лжи. Да, есть. Может и есть такой значок. Может его и нет. Может его в Москве все повалили. Я не знаю. Честно говоря. Единственное, что я пытался найти, ни один человек в Америке и никакая информационная не показывает, что есть такая компания, которая выпустила этот значок. Но они раздули это дело. Как говорят, в Америке знают, кто воевал. В Америке знают вклад Совет в Красной Армии. В Америке знают, где две трети немецких солдат полегли, на каком фронте. И в Америке знают, кто взял Берлин. Так что не обращайте внимание на нынешних русских пропагандистов. Спасибо, Ян. Добрый день. Спасибо, что подождали. Прошу вас говорить. Еще раз здравствуйте. Я лишь в пятнадцатом году побывал с экскурсией в Бостоне и также в Гарвардском университете. И фойе того университета стоит в виде экспоната Мурзина. Тот самый первый в мире компьютер, который использовался во время Второй мировой войны для расшифровки шифров немецких войск и вообще третьего рейха. И теперь они вот уже гордятся тем, что этот компьютер принадлежит университету и тем, что этот компьютер был создан ими, в смысле, учеными университета. А тот самый профессор, о котором вы говорили, он работал в Бостоне, в смысле, в университете в Гарвардском или же как-то он не связан? Нет, он в Англии работал, в Англии. В Англии вот этой специальной группе, которая была сначала создана для производства, для расшифровки шифров немецкой шифровальной машины. Ну а там, кстати, вы же знаете, американцы с англичанами очень копировали и вопросы о создании атомной бомбы. И вопросы о создании компьютера. Ян, вы, наверное, не услышали вопрос, а вопрос очень, в принципе, правильный. А как же найти истину все-таки? Кому принадлежал этот компьютер? Англичанам или американцам? Тот компьютер, который у них находится в Бостоне, и был сделан в Бостоне, тот компьютер, которым я говорил, который занимал несколько комнат этого английского замка, так и находится в Англии. Значит, вот тут это действительно интересный вопрос. Вот кто первый создал там электрическую лампочку? Там Ладыгин и Эдисон. Кто первый? Когда идут параллельные работы, кто первый создал радио? Кому принадлежит открытие компьютера? Вы знаете, есть общие такие научные идеи, они как бы витают в воздухе. Кто там первый создал телефон? Белл или Грей? Да. Значит, они оба подали заявление чуть ли не одновременно на патент изобретения телефона. Поэтому я сейчас вам не могу с точностью до одного дня сказать. В Америке работали над созданием первого компьютера, и в Англии он и есть, он и жив, и этот компьютер этот, может, уже его и разобрали слишком много. Да. В то время мощность этого компьютера, который занимал несколько комнат, она в тысячу раз меньше, чем мощность, вернее, чем память вашего телефона, который у вас в кармане. Спасибо, Ян. Давайте примем еще один звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Первый компьютер был создан для того, чтобы делать расчеты по атомной бомбе. Был сделан в Америке. И один из его изобретателей фон Найман. Ну вот сейчас мы, давайте не будем терять времени. Вы сказали тоже про выдающийся американского фон Наймана математика. Значит, до создания атомной бомбы англичане создали свой компьютер, чтобы мгновенно расшифровывать немецкий шифровальный код. А им это нужно было, как воздух. Чтобы не сидели люди сутками расшифровывая маленькую телеграмму. Этот компьютер английский помогал расшифровывать ЭНИГМА-код. Значит, по-своему, вы правы американцы, когда создавали атомную бомбу, им понадобился компьютер. Это был процесс. Так, и у нас есть еще один звонок. Добрый день. Вы в эфире. Нету. Все. Тогда, Ян, прошу вас, продолжайте. Вопрос вот в чем сейчас заключается. Вы же знаете, что, ну, как я уже вам сказал, это холодная война и прочее. И пропаганда, конечно, сразу сделали, что победил в той войне, значит, Советский Союз. Ну, значит, ну, раз Советский Союз, а что ж союзники делали? Что? Не было вторжения союзников в Африку в 42-м году. Не было то, что 250 тысяч немецких итальянских солдат сдались в плен под Оломейном. А вы знаете, вот я не буду перечислять там победы союзников. Войне, честно говоря, однозначно в войне нельзя так говорить. Две трети всех немецких самолетов воевала на Западном фронте. 60 тысяч английских и американских летчиков погибли в небе над Германией. А энциклопедия Второй мировой войны, которая у меня есть, называет не 60 тысяч, а 100 тысяч американских и английских летчиков. Вы вдумайтесь в это цифры. И без поблодировок американской авиации немецкая военная промышленность в 44-м году к концу 44-го уже практически перестала существовать. Поэтому, когда умышленно говорят, празднуют окончание Второй мировой войны умышленно не упоминать, что одна треть немецких дивизий была разгромлена на Западе. Вот смотрите, маленький пример. Высадка американских войск в Сицилию. 43-й год. Эта высадка сопала с Великой битвой под Курской друге. Как вы думаете, откуда Гитлер взял две танковые дивизии из Курска и перебросил их туда, на Сицилию, потому что он прекрасно понимал, чем грозит немцам потеря Италии. И каждый раз, а во время Сталинградской битвы, более 150 тысяч отборных немецких солдат было переброшено в Северную Африку, а не под Сталинград. Поэтому, говорите, бесконечно можно спорить о помощи. Я не буду даже перечислять вам эти бесконечные цифры, кто, какую помощь оказали союзники. Вот, когда вы посмотрите переписку по вопросам, я уже не говорю о том, что это была страшно тяжелая работа. Ведь Северный путь в Архангельск и Мурманск шел вдоль берегов Норвегии, а немцы оккупировали Норвегию. Там у них находились базы подводных лодок и большие корабли. Вот только один пример. Например, знаменитый конвой К-17. Значит, из Исландии этот конвой собирался в Исландии. Вышло 38 грузовых кораблей. А до Архангеля, до Архангельска добралось 6. А где же еще 32 корабля? Да они лежат на дне Северного моря. Ведь потери же от немецких лодок были страшные. Например, еще когда помощи Советского Союза не было, когда американцы только англичанам оказывали ленды с помощью. Так вот, немцы потопили 600 американских грузовых кораблей и 3 миллиона тонн груза. А второй путь тоже был тяжелый. Через Иран очень длинная такая логистика. Третий путь через Аляску. Что там? Хайвей были проложены в то время, чтобы через Аляску выйти к Владивостоку. Конечно, нет. Все это приходилось делать, строить трансаляскинские хайвей и прочее. И несмотря на это. Вот смотрите, давайте не буду я перечислять вам самолеты, танки. Их было много. От 10 до 15 процентов всего русского производства. Ну вот обратите, если вы читали переписку. Как вы думаете, взрывчатые вещества? Американцы поставили более 50 процентов всех взрывчатых веществ, которые принимались во время боев советской армии. Более половины. А если вы возьмете поставки там алюминия? А где смонтированы были все Катюши? Где они были смонтированы на американских студобекерах? А где 420 тысяч американских больших грузовиков? Разве без них Красная Армия могла бы двинуться? А 50 тысяч джипов для офицерского состава? А как на протяжении всей войны? Ведь была потеряна вся европейская часть. Ведь Красная Армия бы голодала, она бы ела только хлеб и кашу, если бы не поставки американского продовольства в виде все же консервов, жира, масла, яичного порошка. А американцы одевали Красную Армию, поставили 15 миллионов пар сапог, одевали, обували и так далее. Понимаете, когда люди не... А почему это об этом не говорится? Почему не концентрируются на это внимание? Ну потому что с точки зрения пропаганды невыгодно. Это была Великая Отечественная война. Никакой Второй мировой войны не было. Все эти союзники ничего не делали. Вот они устроили русскую прогулку. Это же надо додуматься до такого, что мы бы спокойно дошли бы сами. И до Берлина, и до Парижа никто бы Сталина не остановил. А как бы, я не знаю, если бы не одна треть немецкой авиации воевала, а 100% немецкой авиации воевала на Восточной фронте. 90% всех зениток немецких было расположено, воевало с союзниками. 90%. Вы можете представить себе, что это такое? А ведь зенитка была же не только зенитка. Зенитка была самым лучшим противотанковым орудием во время Второй войны. Достаточно было ствол ее опустить и шпарить по танкам. Ну и так по каждому. Потери были чудовищные. В 1944 году каждый месяц американцы теряли, каждый месяц 500 бомбардировщиков. Не считая там истребителей и так далее, и так далее. Об этом никто не хочет говорить, и это понятно. Может быть и понятно вот это... Я не знаю, почему Путина не пригласили 6 июня в Нормандию. Ну может быть сейчас времена такие не очень хорошие. А может о том, что русские до сегодняшнего дня систематически, целенаправленно и сознательно уменьшают участие Запада во время Второй мировой войны. А ведь бои же шли, даже возьмите этот декабрь 1944 года, январь 1945 года в Орденах. Ведь Гитлер же взял 220 тысяч, самый тяжелейший момент, когда русские уже шли, развернули наступление на Берлин. 220 тысяч отборных немецких солдат он послал через Ордена захватить Антверпен. Почему он это сделал? Потому что там находился основной пункт снабжения всех армий союзников, в первую очередь бензином. Конечно, если бы он захватил Антверпен, так понятно, что немцы были бы обеспечены горючим и прочее, опять бы смогли продлить эту войну. Но там, у американцев все же 220, там погибло более 100 тысяч немецких солдат, и более 100 тысяч было взято в плен. Армия Патона трое суток, не отдыхая, не шла на помощь этому гарнизону в Бостоне, который был расположен. Поэтому война состоит из тысячи определяющих моментов. Было бы все по-другому, не было бы, может быть, этой лжи в отношении неучастия союзников во Второй войне. Может быть, история войны же многообразная. Было бы совсем, может, и другое отношение и прочее. А так русские сейчас развернули новый пункт, что Красная Армия умалчивается ее победой, увеличивается это. Вот какой-то там, как этот человек сказал, отштамповал какой-то значок, и тут уже все. А вся Америка даже не знает, что Красная Армия. Все это ложь, и все это пропаганда. Ян, прошу вас, давайте примем еще звонки. Я очень не хочу вас перебивать, но люди просто разрывают телефоны. Давай. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день, Ян. Я хотел вам сказать, что, да, вы правы, пропаганда очень сильная и важная заслугу погранвойск. Сегодня 28 мая, день погранвойск СССР. Это войска, которые приняли первыми бой. Но такие историки, как Млечин, Суворов, Радзиховский, Сванидзе, они рассказывают наоборот. А это мужественные люди, которые даже в плен не сдавались. Погибли все до одного. Спасибо, Вадим. Спасибо. Это, кстати, очень четкое замечание. Действительно, день пограничника. И вы правы в отношении, чтобы больше всех досталось пограничникам. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Ян, пожалуйста, вот скажите мне, я никого в сторону брать не хочу. Как вы прокомментируете факт, что человеком года у нас в Америке, в 38-м году был Гитлер, Тайм Магазин. И как вы прокомментируете факт, что ТАМОС, президент компании IBM, за Гитлера, а прибыль за то, что создал способ эффективного сжигания людей в концентрационных лагерях? Пожалуйста, скажите. Спасибо вам. Ну, в отношении второго, я честно говоря, немцы сами создали все системы сжигания людей. И это, честно, газовая горелка, это не изобретение какого-то человека одного. Горелка, слава богу, печи, которая использует газовое топливо, и таких много. Немецкий был фокус в другом заключался. Сбрасываются они в цыган, а потом сжигают трупы. Более просто создать более мощные трубы для сжигания. Не в этом дело. Что касается Тайма, у них, вы понимаете, человек года, это не значит, что у них обозначает это... У них Путин был два раза человеком года. Два раза наш русский президент Путин был у них два раза человеком года. Это о чем говорит? Они просто берут человека года того, чье имя больше всего упоминается в прессе, который в этом году оказал какое-то, может, влияние. Это не значит, что Тайм-магазин гордился Гитлером в 1938 году. Просто в 1938 году, после Мюнхенского соглашения, его имя, как и имя Чемберлена, упоминалось. А то, что вместо Чемберлена Гитлера, ну, это уже дело редакции. Не потому, что они Гитлера симпатизируют. Добрый день. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Алло? Окей. Давайте мы... Я перестану принимать звонки, потому что это будет бесконечно. Ян, прошу вас, давайте продолжим и закончим аж такой интересный рассказ. Спасибо вам. Давайте заканчивать. Значит, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что такое пропаганда. Два слова я все же вам хочу сказать. Пропаганда, она направлена на массы людей. Интеллект, она не предназначена, чтобы увеличить знания людей, сделать их более грамотными, интеллектуальными. Нет, пропаганда апеллирует к эмоциям людей. Она может повторять одну и ту же ложь, только чтобы люди в нее поверили, надо повторять ее часто. И тогда, конечно, люди верят. Пропаганда всегда одна балка. Она берет какой-то один момент и бьет, и бьет, и бьет по голове. Возьмите вот эти русские, так называемые, ток-шоу. Подумайте сами. Как будто в России нет никаких других проблем, кроме того, чтобы говорить о Украине пять лет подряд, не прекращая ни на один день. Значит, нету в России ни голода, ни бедных зарплат, ничего в России нет. Все там прекрасно и все нормально. Все фашисты мира сосредоточены в одном. И вот эта ложь, она настолько примитивная, настолько убогая. Посмотрите, какие демократические выборы прошли на Украине. Что там, фашисты пришли к власти или бендеровцы победили? Да нет, там были демократические, и они показали всему миру, как они могут это сделать и как они это сделали. Вот поэтому пропаганда и будет бить все время, и будет бить по Америке, и будет бить, что они только сейчас не придумают, думают, что Америка скоро развалится на четыре части, и что тут Америка плохая, и она вооружается, и это, и это. И тут же грозят этой Америке какими-то новыми ракетами, новыми бомбами и прочее. Будьте очень внимательны к русской пропаганде. Старайтесь все же подойти здраво, осмысленно, и, как говорят, отличать правду от неправды. Это очень важно. Это очень важно. Знайте, что это пропаганда, и что она работает, и она направлена на ваши умы. Всего вам доброго. Ян, спасибо вам огромное. Конечно же, очень интересный рассказ. Спасибо за то, что вы ответили на наши вопросы наших радиослушателей, и надеюсь на встречу в следующей неделе здесь же у нас на волнах народной волны. Спасибо вам. До свидания. До свидания.